Нацист пожирает нациста. Белецкий против Стерненко. Статья в журналистской правде за 7 мая 2020 года. Потрясенно притихла, а потом взорвалась противоречивым возмущением украинская патриотическая общественность после того, как Азов-фюрер Андрей Белецкий решительно открестился от Сергея Стерненко. Мы думали, что он хороший человек, а он казался врагом народа. Закричали на перебой одни в адрес Белецкого, а другие в адрес Стерненко. Если отбросить в сторону сам тот факт, что оба деятеля прожженные и конченые негодяи, то рассуждаю чисто теоретически, Белецкий, конечно, знатно сподличал. Просто знатно. Оставим за скобками чудовищную мову. Точнее, дикий суржик украинского националиста. Просто обратим внимание на его эмоциональные выкрики. Не знаю этого человека. Ну да, не знают. Ага, конечно. Зачем была так грубо, слабая и неуклюжая врать о совершенно общеизвестном факте и их общей биографии? И почему вообще появилось это видео с размежеванием? А все просто. Стерненко, убивший человека два года назад и спокойно избежавший какого бы то ни было наказания, сейчас снова начинает интересовать СБУ на допрос, в который его вызвали повесткой. Стерненко сильно занервничал. Обычно СБУ всех нациков гарантированно крышевало. А сейчас ветер подул в другую сторону и даже бежать некуда. Карантин. Как его и этак, все границы перекрыты. Поэтому, чтобы как-то обеспечить себе защитный медийный бэкграунд, Стерненко и его друзья запустили всеукраинский флешмоб, нужно сказать, довольно оригинальный, с использованием передовых технологий мобильных видеопроекторов. Но флешмоб флешмобом обелески явно ориентируется на своих патронов из СБУ, в которой Стерненко, как ну совсем уж токсичного отморозка, решили слить и публично наказать. Поэтому вчерашний камерат оказался редиской, нехорошим человеком. И вообще такие товарищи нам не товарищи. И раскрыл страшную тайну. Оказывается, Стерненко... Стоп, не все сразу. Начнем с того, что Сережа человек настолько разносторонний, что удивить аудиторию чем-то новеньким в его образе. Это надо постараться. Все успел в жизни попробовать. Сергей всюду его бросало и вертело. Не верите? А давайте перечислим. В форме красноармейца с георгиевской лентой до 2014 года красовался? Красовался. Наркотики принимал и продавал? Да. Проходил в связи с этим по уголовному делу номер такой-то от 14 февраля 2017 года. Под фотографией написано, извините, Рэп под именем МССДБС записывал? Записывал. Людей похищал? Похищал. Дважды. Дается ссылочка переход. А еще он крышевал других наркоторговцев, устраивал погромы кинотеатров, был по слухам изнасилован в СИЗО и, наконец, убил отца троих детей из-за уличной ссоры. Вот что еще можно добавить к этому крайне объемному разностороннему образу? А Белецкий смог. И еще, говорит, Стерненко крышевал публичные дома. Не то, чтобы этот факт как-то шел в разрез с моральным обликом и образом жизни главного украинского патриота Одессы, но ведь новая информация теперь к исключительно цельному имиджу патентованного мерзавца добавилась еще одна важная черта – красиво ангажирующая симфонию Стерненко. Думается, никто не удивился, если по ходу дальнейших разоблачений в эту сторону вскроется и изнасилование, и педофилия, и торговля людьми. Буквально два слова о еще одном «герое», в кавычках, которого упомянул Белецкий в своей страстной суржиковой речи – Викторе Панаско, который, в отличие от Стерненко, не какой-то там липовый самооборонец, а настоящий трушный страдалец за защиту собственной жизни. Ну, окей, давайте кратенько о Панаско. Виктор Панаско, позывной иранец, в сентябре 2014 года в районе улицы Пухова нанес смертельные ножевые ранения черниговцу Александру Кисловцу. Согласно материалам дела между обвиняемым и потерпевшим, сначала возле кафе возникла словесная перепалка, переросшая в драку, которая длилась недолго. Александр Кисловец получил несколько ударов в туловище и голову. Впоследствии компания Виктора Панаско ушла, но их догнал потерпевший и его знакомый, которые хотели выяснить отношения. Завязалась вторая драка. Александра Кисловца и Евгения Короля сбили с ног и надавали тумаков. Компания пошла, но Виктор Панаско остался и достал нож, который нанес 8 ударов Александру Кисловцу, которые вызвали массированную кровопотерю и смерть. После этого он нанес несколько ножевых ранений другому обидчику, который лежал на земле, но бригада медиков, которую вызвали прохожие, спасла ему жизнь. Добивать ножом двух лежащих на земле людей, которых ты уже отпинал до полной обезвреженности, это такая самооборона. Чем в загадочной логике Белецкого это отличается от абсолютно аналогичного случая Стерненко, загадка, видимо тем, что Панаско в публичные дома не крышевал. Можно было бы иронизировать насчет того, что вот так и скрывается истинный облик героев Майдана и эпохи Порошенко, но эта шутка уже устарела. Насчет их облика все давным-давно понятно. А новенькая здесь только та скорость и легкость, с которой бывшие побратимы по нацистскому лагерю сдают друг друга. Кажется, новый тренд в среде активистов это максимальная иллюстрация своих коллег по беспределу. Что ж, никто не очистит Украину от нациков лучше, чем они сами. Как там в Горце было, остаться должен только один. Григорий Игнатов Нацист пожирает нациста. Белецкий против Стерненко Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова